Международный саммит мэров. Более 150 главгородов съехались в Киев опытом управления поделиться и об инновациях послушать, а еще привлечь инвесторов. С этим грандоначальником помог украинский премьер. Как именно, расскажет Эдуард Ганишевский. Стратегия развития громады, открытость госструктур и высокий уровень доверия к ним. Это премьерский рецепт привлечения инвестиций. Им Владимир Гройсман поделился на международном саммите мэров. Говорит, главная идея всех изменений в государстве – новое качество жизни граждан. Я бы дуже хотів, щоб кожне місто в країні було ефективним, щоб кожен ресурс використовувався публічно, відкрито, прозоро, з розумінням для людей. В бюджеті 2018 року ми вже утворюємо фонд підтримки інновацій, інноваційних рішень, які можуть слухувати двигуном змін в країні, ефективних змін. Дати людям бути хозяевами свого міста – этот подход успешно практикують в Мариуполі. 30% всех жилых домов там уже оформлены, як ОСМД. Такого показателя нет більше нигде в Україні. Як і системи умного видеонаблюдення. По словам мэра Владимира Бойченко, благодаря смарт-камерам уровень уличной преступности сократился втрое. Вони установлены на в'яздной группе в город. Вони сегодня установлены в местах активного скопления горожан. И вони в автоматическом режиме постоянно сканирують транспортные средства, сканирують людей, которые передвигаются, і відправляють эту інформацію в базу данных. Если, не дай Бог, машина в розыске или человек в розыске, соответственно, сразу автоматически информация попадает на линию 102. Мариуполь не единственный инновационный город Украины. Мэр Житомира гордится введением в коммунальном транспорте электронного билета. Система электронного билета позволяет организовать перегрузочные хабы, и пассажир не платит два раза, а работает в рамках одного проездного билета. После введения электронного билета выручка на коммунальном транспорте выросла до 30%. А вот в Вознесенске Николаевской области функцию электронного билета выполняет карта горожанина, но с определенной модификацией. Есть карта, ты едешь за 2 гривни в маршрутке. Не есть карты, ты едешь так, как все за 5 гривень. Таким образом, мы буквально за месяц раздали 10 тысяч карток. Но тот шаг, который мы сделали, он даёт нам возможность хотя бы начать работу и позволить людям впливать на ту ситуацию, в которой они живут, впливать на то средство, в котором они живут. Саммит мэров стал площадкой демонстрации возможностей децентрализации. А ещё мэры договорились о взаимодействии в вопросе развития инвестиций. Эдуард Ганишевский и Александр Литвинов. Специально для телеканала Донбасс.